Испытания сплотили жители деревни Слободане. Впервые им собираться на общий сход, чтобы обсудить очередные в кавычках письма счастья, адресованные хозяевам домов компании «Изол», которая якобы владеет канализацией и очистными сооружениями. Общая суть писем в том, что канализация, которая существовала в этих домах, и которая была построена вместе с домами, где-то примерно в 1986 году, закрывается навсегда. Официальная причина, что на ремонт капитальный долгий. Но все, включая людей, которые расслали эти письма, признают, что, скорее всего, никогда больше не откроется. Срок, который был обозначен в письмах, одна неделя. Именно за это время жителям предлагается как-то самостоятельно обустроить канализацию в своих домах. Депутат Артем Грудинин организовал сбор подписей под письмом в адрес ЗАО совхоз имени Ленина. Мы на данный момент пытаемся уговорить и несколько собственников земельных участков, через которые все это дело проходило, и собственников, где это есть, вот именно эти очистные, чтобы они дали людям какие-то реальные сроки. Напомним, в начале прошлого года местные жители на несколько недель остались без воды. Водоснабжением тогда занималась ЗАО совхоз имени Ленина, руководил которым Павел Грудинин. Возникли протечки труб, но вместо того, чтобы починить, жителям просто отключили воду. По факту получилось, что мы для него никто, по факту. Да и сидите вы без воды, чтобы там все боли, кромые, косые, не помыться, ничего. Вскоре выяснилось, что деньги жильцов организация исправно получала, но трубы оказались бесхозными. Тогда ситуацию удалось разрешить. Протечки устранили силами Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. А спустя полгода трубы поставили и на баланс ПТО ГХ. Но вернемся к ситуации с канализацией. По словам местных жителей, предложение в недельный срок перейти на автономную канализацию многих поставило в тупик. Людей можно понять. У многих не будет сейчас денег для того, чтобы поставить эти септики. Потому что с учетом того, что в стране какая ситуация происходит сейчас, в данный момент, и, конечно, она дает людям по карманам, да, то есть кто-то остается без работы. А плюс ко всему к этому, под эту дудку все еще и, нате, вам и канализацию отключают. В данной ситуации они вот сейчас все вот задались вопросом, что теперь им делать, да. При этом люди прекрасно понимают ситуацию и не отказываются платить по счетам, если таковые будут выставлены. У нас все готовы платить. Все. И по сей день вот готовность, все, номер один платить. Только лишь бы она была, потому что я считаю, что включение этих септиков – это шаг назад в развитии человечества. Эти дома построены совхозом в середине 80-х для молодых специалистов. Тогда же в них появилась и канализация, которую ЗАО «Совхоз имени Ленина» так и не взяло на баланс. Советский Союз давно канул в лету, а руководство ЗАО, которое обслуживало строение, так и не обеспокоилось тем, чтобы поставить все на рыночные рельсы. Весь хвост этих проблем, если быть честным, он тянется еще с Советского Союза, потому что в свое время надо было просто правильно все инвентаризировать, ставить на баланс. Но люди построили, документацию не оформили. Если бы этой проблемы не было, сейчас бы все было намного проще. Сейчас бы мы насобирали деньги на частные, которые бы существовали официально, модернизировали их до нужного уровня, потому что это не так дорого. Идеальный вариант, если бы вообще в принципе все осталось так, как оно есть. Но, к сожалению, и собственники земельных участков, основная компания – это ЗАО «Совхоз имени Ленина», они уперлись, ничего не хотят с этим делать. Таким образом, проблему можно было бы решить мирным путем, но, судя по всему, у одной из сторон нет намерения идти навстречу местным жителям. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.